Возготовку снегу леонад ПЕСНЯ В виноградную косточку В теплую землю зародим И лозу поцелую И спелые гроздья сорву И друзей созову На любовь свое сердце настрою А иначе зачем На земле этой вечной живу Собирайтесь, как гости мои На мое угощение Говорите мне прямо в лицо В своем будет петь для меня Моя дали В черно-белом В своем Преклоню перед нею Главу ПЕСНЯ 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 Иначе зачем На земле этой вечной живу ПЕСНЯ 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 Я два слова скажу В нашем году Год получился потрясающий Понимаете Вроде мы и так не жалуемся Из прежней сезоны Но в этом что-то еще и Дополнательное случилось И отчасти это связано Конечно с надологией Я тут немножко скажу А отчасти связано с тем Какой-то произошел Такой, знаете, мощный Какой-то рывок У наших студийцев У поющих, у пишущих У просто приходящих к нам посидеть на наше собрание. И я этому очень радуюсь, конечно. А всякое движение, кроме того, что оно хорошо и замечательно, оно всегда еще и опасно, конечно. Оно несет нервные такие объяснения. Оно несет такое всегда... Ну, это же замечательно. Об этом можно на самом деле только мечтать. И вот мы заканчиваем уже девятый год нашей истории. И вроде бы такое ощущение, что вот мы только-только начинаем. А по-моему, это хорошее ощущение. В этом году, вот кто у нас бывает, знает, что мы занимаемся не только литературой и музыкой. И да нет такого на самом деле. Вот есть та жизнь, в которой литература и музыка занимают свое важнейшее, необходимое место. И в частности, вот у нас в антологии будет Лев Толстой. Да, записные книжки Льва Толстого, его дневники там. И в частности, вот его... Здесь я с ним согласен, но еще не знаю, что это он написал. Именно об этом, что когда искусство занимает всю жизнь, оно теряет смысл. Если мы глубоко согласны. Вот слово профессиональный поэт, как, не знаю, профессиональный ветер, да, профессиональное дерево, так сказать. Вот что, какая-то глупость неусливая. Ну вот. Вот мы так пытаемся... У нас врачи, у нас рабочие, у нас учителя, значит, среди певцов и музыкантов наших. Мы регулярно устраиваем наши встречи по поводу Льв Ермонтова. Именно по поводу... Я не начинала сказать, потому что мы его и как поэта воспринимаем, и как какой-то дух немыслим. Мы пытаемся, пытаемся, да, вот пытаемся. В этом году был вечер Пушкина, что для нашей студии почти поздно, потому что, значит, у нас мало кто любит Пушкина. И, значит, опять, у нас есть горячие сторонники Пушкина, и вот мы там немножко поцапались друг с другом. Хочу напомнить, что в год 203 Пушкина никакого события в культурной жизни не случилось в нашей стране. Я за этим следил весь год. Ни спектакля сумасшедшего, ни потрясающей телепередачи, ни нового фильма, ни нового сумасшедшего издания, которое бы перекрыло... Понимаете, все какие-то обрывки старых. Я за этим очень... Я очень хотел, чтобы это состоялось. Вот я к Пушкину отношусь сдержанно, и, значит, ну как, ну... Когда-то с 31, потом немножко умнел, или мне казалось, что я поумнел, или я просто маскирую, что я поумнел. Но все равно я, конечно, еле армия, то есть, да. Тем не менее, вот вечер Пушкин был ужасно интересный, ужасно интересный, совершенно не трафаритный, понимаете. Наши молодые проводили, значит, мы и школа, потому что мы в этом живем, мы в этом варимся, мы в этом участвуем в значительной части жизни. И вот Белецкий еще в школе до сих пор. Я вот из школы ушел 10 лет назад, ну или меня ушли, да не важно, я бы сам все равно ушел. Ветер какой-то уже уносил. Вот. Совсем недавно, вот в апреле, у нас был вечер, посвященный целиком, я считаю, просто уникальным философу России, Ивану Ильину. Вот. Слава Богу, что я его знаю не только потому, что вот его сейчас создают. Ну, конечно, обрывками тогда где-то вот... Знаете, как мы делали раньше? Вот здесь взрослые люди есть, они помнят, тех, кто интересовался. Допустим, как я себе делал Льва Шестова, а он, на самом деле, он себя любил назвать Шестов, да? Вот. Я брал книжки, где критиковался Шестов и вырезал из них, выпечатывал те самые цитаты, на которые обрушивался, допустим, рецензент. И вот так вот год, два, три, пять, смотришь, Льва Шестова уже есть из этих критических книжек. Вот так же я вылавливал, значит, Ивана Ильина, так же я вылавливал Солоневича, значит, Соловьева тогда, значит, Владимира, конечно, вот, и так далее. Ну, сейчас, слава Богу, все это вот в доступном виде, и вот наши люди читают. У нас был вечер Ивана Ильина. Странный, потому что очень тяжелый философ, ну, ужасно русский философ, просто неслыханный русский. И даже вот наша антология будет начинаться с трех цитат из него. И еще такое... И потом он все у нас внутри будет, конечно, как, значит, на букву совершенно непонятный им. Там будет раздел Ильина. Ну, и два слова о нашем труде, потому что меня уже спрашивают, что ли, ну, или что? Я немножко так отпихивался от объяснений. Антология русского лиризма. Что это такое? Это все очень просто, люди милые. Значит, это вот в нашей русской стране абсолютное большинство населения, соображая и не соображая, живет в связи с громадными законными бытиями, с абсолютными жизнями. Вот. А слово лиризм не означает благость, не означает обязательный консонанс, потому что человек, ощущающий свою связь с какими-то превосходящими человека силами, это переносит по-разному. Для кого-то это праздник, для кого-то это слон, для кого-то это кошмар. Отвязаться от этого ты не можешь, оно тебя давит. Ты хочешь соответствовать, ты не можешь. Поэтому спиваются, поэтому, значит, под поезда бросаются. У нас там самоубийство страшное количество. Но это же не мы так сделали. То есть лиризм, это на самом деле пробы себя на самые предельные нагрузки, и душевные, и духовные, и физические. И вот те люди, которые рискнули вступить не в подпольный такой диалог с этими высокими силами, а еще при всех нас оставили какие-то следы. Я всем им благодарен, просто неслыханно, понимаете. Сидельцам, военным людям. Вот здесь кто-то сидит, которые войдут в антологию, они перед вами выйдут. Их, может быть, пока никто не знает. Не в этом дело. Не в этом дело. Так что вот такой русский лиризм. Это овеществленный лиризм. Это следы взаимодействия конкретного русского человека или живущего в России. Вот. Там у нас есть и казахи, и евреи, значит, и эти самые уйгуры, алтайцы. Русские. Да, русские там тоже почему-то попадаются. Вот что такое наша книга. Вот что такое наша книга. А все остальное там, когда... Ну, это, пускай другие делают, вы все поймете. Это первый том. 912 страниц без оглавления и без предисловия. Опять Толстой. Я вчера даже по телефону там цитировал одному человеку замечательную фразу Толстого, что жить надо серьезно и торжественно. Вот так же, как мы умираем. Почему мы только вспоминаем про торжественность своей жизни уже вот когда... И вот я вижу, как эти люди помогают жить серьезно и торжественно. Вникаешь в биографию Павла Васильева, кромешное это совершенно, понимаете, выбраться невозможно. Вникаешь в историю Николая Заболовского, Гумилева, отца или сына, Марии Петровых. Кромешные сушины, молнии какие-то, по эти сиреневые, напряжение немыслимо. Значит, Терентьева, Загряжский, Владимир Муравьев, это вот стихи и стюрем. Тут обрывки биографии совершенно микроскопические. И вдруг ты с ними сидишь и начинает проступать вот между этих обрывок, вот что с ней было, что с кем было. Уже десятки раз я убедился, потом какой-то приходил человек, и то, что я домыслил вот из этого дела, мне факты приносили, что да, вот это было, вот у нее, вот у него. То есть до сих пор все доносится, понимаете, все рядом. И, в частности, вот мой дед Александр Николаевич Ващин знал Толстого. Он с делегацией крестьян несколько раз был у него в Ясной Поляне. А Толстой родился при Пушкине и Лерне. Я при одной вот этой его, значит, элементарной выкладке, у меня начинается такая историческая дрожь. Не от испуга, а от счастья, что ли, что-то все вот так рядом. Ну вот, если вот нам удается, и я думаю, что не удается, потому что здесь мы только смиренные собиратели. Вот, я думаю, что вы все это почувствуете. Вы вообще-то, можно будет вот проверить, потом встретиться, и, ну, если кто-то деньги обратно потребует, ну, я отдам все, что у меня нет. Поэтому, да, и хочу вам сказать очень радостную новость, может кто-то поучаствует. В пятницу, послепослезавтра, во дворе Литературного института Москвы в 15.00 будет открытие мемориальной доски Даниилу Леонидовичу Андрееву. Видите, какое событие, да? Там, пожалуйста, кто сможет, приходите. Я это узнал, к счастью, самой Александровны, которая вот, наконец-то, захотела со мной и с нами познакомиться. Она давно знает свои боевые стихи, и вот такой-то человек позвонил, что Александр Николаевич, вот, и мы даже, вот, почти, даже были встретиться, ну, некоторые обстоятельства помешали, но мы встретимся чуть позже, неважно. И она мне за мной это сказала. Я обязательно поеду, даже если будет дождь, там, или мороз, там, как он смотрит. Так что, если кто сможет, пятница, 15.00 двор Литературного института. По-моему, это замечательное событие. А если мы с вами заживем до памятника лучшему поэту России 20-го века Иннокеню Федоровича Альницкому, этот праздник, я думаю, никто из нас просто, я не знаю, это будет праздник всей жизни, да. Я думаю, что мы заживем, да, я так надеюсь, что мы заживем. Почему я так говорю? А вот это мы вот рискуем впервые во всей истории века сказать, что ни Блок, Блок блистательный, великолепный, могучий и неповторимый, ни Есенин, замечательный, отвратительный, кошмарный, значит, все, ни Блок, ни Маяковский, ни Иннокенди Федоровича Альницкий, который дал столько ростков, столько энергии, столько чистой силы, вот этому русскому лиризму, который, значит, через него, через имена Ахматовой, Мандельштама, все же признавали, что у него брали, но никто не признался до конца, что растут из него. Ничего, вот он нас открывает, наш первый том, в нарушении, там, некоторой элементарной, значит, орфографической, вот, этой самой, алфавитной последовательности, и говорил, что да, ребята, вот первый должен быть первым, а все остальное будет как получится. Теперь я бы хотел, значит, чтобы мы сейчас вот на что зарядились, особенно первая сделка, она будет очень, значит, такой растянутой по вот смыслу, что ли, поэтому мы бы хотели об одном хорошем человеке вам сказать. Нашему студийцу, мне кажется, очень хорошему поэту, Геннадию Мансуевичу Умиду, три дня назад исполнилось 50 лет. Он не знает, что мы сейчас будем делать, мы еще сами знаем. А кто без ответа знает? А? А кто без ответа знает? Сейчас спросим. Мы бы хотели бы немножко поздравить. Сейчас будет некоторое поздравление, чтобы вы не были в совершенном неведении, почему она такая, я расскажу, что Геннадий Умид, значит, внук, первого секретаря иранской компартии, значит, 20-х годов. Он абсолютно русский человек, он вырос в Москве, и все. У него вот такие длинные корни. Но то, что в нем проступает восток, вот эта вот, эта персия, это вот, значит, жгучесть вот тех пейзажей, вы сейчас это увидите все сами. Поэтому он начнет наше, хотя мы его обычно ставим ближе к концу, как очень серьезно, кстати, он участник нашей антологии на букву, конечно. Уткин, Умид, там, значит, все очень хорошо. Поэтому не удивляйтесь этому началу, который будет. А если оно вам понравится, ну, поучаствуйте, как сможете. Если не понравится, ну, не участвуйте, как сможете. Значит, здесь никто никого ничего не заставляет. Чем сильна, мне кажется, вот русская дурь семейностью? Вот, понимаете, да. На улице мамаша, тебе говорят, сынок. Когда он говорит, сынок, знаете, у меня правда, я поворачиваюсь, неважно. Дедка, миленький, давайте, чемоданку несу, сейчас асфальт помоем. Сынок, видите, ну вот, отец там, говорят, у меня уже, он говорит, отец, говорят, сынок. Господи, я тоже, откуда ты взялся? Ну вот, так что, поэт, ну, человечки, нажимай. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, кстати, он вымыл ту книжку, которую, слава Богу, удалось выпустить. У нее она называется «Маленькая книга стихов». Значит, наши судьи всем и дали большую книгу стихов. Ну и мы дарим то, что у нас самое дорогое. Мне кажется, очень приличное издание Михаила Юрьевича Гернутова. Мне кажется, это всегда подарок любому, кто в нашей стране живет, даже если он слышал эту фамилию и примерно имеет книжечку. Геннадий Кимовин, я тебя поздравляю. На первый раз себя вижу в таком. А ты себя не видишь. Я растерялся и не знаю, что говорить. Спасибо большое за поздравление. Валя, спроси, он знает, сколько лет? Ты же хотел узнать. Он, наверное, на первый вопрос не ответил. За это никому неведомо. Опять 25. Колыбель моя. Мама, это ж ты меня рожала. Ты моя живая колыбель. Как не вырвать мне у смерти жалу? Как могу я изменить тебя? Спи, сынок. Тебе я буду сниться мамой, как и прежде. Но теперь за тебя здесь есть кому молиться. Есть кому поплакать о тебе. Мама, есть ли горше, что на свете? Плачу, даже слез не ощутя. Ты и я, родная, оба дети. Я твое. Ты, Боже, дитя. Как, сынок, легко, прозрачно стал. Ты всегда мне будешь мил и мал. Я тебя так редко понимал. Ты меня так часто понимал. Как я поздно прозреваю, мама. Не без боя отступает тьма. Ты меня так часто обнимала. Я тебя так редко обнимал. Сын мой, свет мой, часто. Это мало. Я тебя навеки обниму. Без конца, без смерти, без начала. Мы с тобой одолеем тьму. Из такого маленького цикла, или «Трилистника», еще раз, который называется, про лопату. Здесь тройной эпиграф из стихов Александра Николаевича Васина. Первый. Что за музыка вставала от лемешного отвала, от обрыва над рекой? Второй. А все-таки кинжал, и луч на нем горит. Третий. Да, что-то больше, чем любовь, и даже больше, чем печаль. Аты-баты, аты-баты, я возьму свою лопату и возделаю квадраты на кормилице земле, разлину я их на грядки в поэтическом порядке, как стихи в моей тетрадке, как морщины на чреве. Помоляться приступаю, и копаю, и копаю, но не для, не ради пая, просто, значит, правда есть в этой мужеской работе, в этой божеской заботе, в этом капающем поте не смолкающая песня. Аты-баты, аты-баты, вот и с Васиным дебаты. Вроде, кажется, лопата, как посмотришь на нее, не ахти каким оралом. Анспин выпрямишь, бывало. От лопатного отвала тоже музыка встает, ей навстречу льется снегу столько будущего хлеба, сколько даже и не треба. Это ангелы поют. Вдруг сосед подцепит зычный, что-то пашешь неритмично. Я отвечу иронично, как солярку подают. Мой ответ признаю прямо. Далеко не лучший самый в адрес свой воспримет мама и пойдет включать плиту, и упав из пузи в грязи, буркнул, ну, блин, темирязев от таких взаимосвязей, достающих на лету. Фу ты, ноты, аты-баты, Снова с Сашей гебаты. Вроде кажется лопатой. Не ахти каким копьем. Далеко ей до кинжала. Анна хмуришься, бывало. Смотришь, тоже из металла. И ласкает луч ее. Луч надива европейцам. Так горит, хоть плачь, Хоть смейся, не задуешь, Не надейся, лишь раздуешь до небес. Луч надива азиатам Так глядит с моей лопаты, Что другие аты-баты Вспоминает ихный бес. Вот такие аты-баты. Вот такие мы, ребята. Тем и живы, тем и святы. Ну, а как же? Ё-моё, если песню распеваем, Обязательно копаем. Если где чего копаем, Обязательно поем. Ведь не только ж ради брашна Наши пахота и пашна. Было б тошно, было б страшно. Эй, сосед, Господь с тобой, Коль ты здесь еще, приятель, Не ищи нас солнце, пядя. Просто есть в моей лопате Что-то больше, чем любовь. Семейная фронтовая. Ты ужасно любишь злиться, Что любовь моя скупа. Гневно ставишь мне границы, Чтоб я их переступал, Чтоб я костьми ложился, У нейтральной полосы, Чтобы глялся и пожился, И кусал свои усы. Но пойми меня, родная, Приструни на время злость, Что со мной, я сам не знаю. Видно, так уж повелось Кровь людскую, Не водицу намотала ли мне на ус. Уж такой я уродился, Ни почем не поклянусь, Пусть клянется бес проклятым, И лютует, и хрипит, Нам же больше всякой клятвы В люльке носиком сопит, Не завидуй доле мужней, Ведь одна у нас беда, Не роняй свое оружие, И скорее, иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Над рекой по небосводу Мостик, радуги, дуги, Где-то камень, кан в воду, По воде пошли круги И вошли в такую фазу Сочной зеленью лугов, Чтобы я увидел сразу, Но хотя бы сей кругов. И услышал голос друга, И подруги, и семьи. Ты какого, парень, круга? Признавайся, черт возьми. Ты какого круга, ада? А никакого? Вот вам крест, И стращать меня не надо. Ох, не выдаст, Черт не съест. Я взойду по небосводу Трубкой радуги дуги, Словно камень, Кану в воду, По воде пойдут круги. Светает в городе моем И в мире Уже все выше окаем И шире Под утро ехать в жигулях До дома, Благословляя Битый шлях С истомой Предвидеть радость И успеть за нею И выбрать Ленинский проспект Длиннее. Под утро Выглядит свежо Мой Кремль, Солидный мэн Сидит в пижон И дремлет. Все ближе радость И новее Утеха Вот так бы ехал По Москве И ехал, А ветерок уснул Листву Листает И ночью Покинул Москву Светает Это мы ему все перепортили, Он же не знал ничего. Понимаете, вот в этом смысле Уж делать Что-то такое-то. Так что вот это Слушай, правда, по-честному Мы ни о чем Мы не предупреждали До самого последнего момента. И поэтому, наверное, Когда вот все это произошло, Он пометал с этим Что делать-то. Ну, в этом есть Какая-то своя прелесть, понимаете? Ну, как без этого жить? Ну, что-то. Вот когда Те, кто у меня был Были по 11 числа СДЛ Мама ничего не знала До последнего момента. И даже я сам не знал Кто выйдет из-за кулис Сын или другой. Понимаете? Я сказал, ребята, Вы там разберитесь, Кто там будет танцевать с мамой. Но когда вышел роман Это для меня было ужасно приятно И я им этого не говорил. Ну, когда все вот Что-то в нашей жизни Должно происходить Как раз странно, понимаете? Вот неожиданно. И заодно мы как будто проверяемся Вот. И как мы реагируем Вот на эти новости Вот неожиданности жизни. И пока мы реагируем, Понимаете? Господи боже мой, Мы еще пожить нужно. Вот. Я сейчас хочу, Чтобы попели наши ребята. Ну, мы так собирались Это сделать. Наш мужской пиминетет, Которому в этом году Перепала просто Неслыханная совершенно Нагрузка. И они давно поют вместе. Вот. И вот много чего не получалось. Ну, так как мы себе это представляем. Мы не стараемся устанавливать Какой-то вот свой уровень, понимаете? Вот свой там какой-то Вот между собойчик такой. Вот. Хочется, чтобы... Ну, вот опять русский лиризм. Ощущаются же вот Абсолютные ценности поэзии, Абсолютные ценности музыки, Песни. Ну, отношения, если угодно. И поэтому вот Мы все это поем, Надо сказать, не очень хорошо. И я сам пою не очень хорошо. Просто я стараюсь, чтобы у меня получалось со временем. Ну, что-то получается. Я буду стараться, чтобы у меня и потом еще получалось. Понимаете? Вот. Это не искать детства. Это правда так. Я хочу очень хорошо научиться петь. И они тоже. И вот в этом году что-то получилось получаться. И вот на этой сцене Они очень неплохо выступили В московском конкурсе. Они стали лауреатами Москвы. Поехали в Ленинград. И там их зарубили напрочь. Вообще, Ленинград это же город контрастов, Как вы знаете, да? Да. Это же, как она была черная яма России, Так она была черная яма России. Это любимый город людей, которые... Ну, да. Вот. Я это помню по себе, Потому что, Когда мы с Белестки уезжали туда, Нас ленинградцы заранее приглашали на позор. Они... А, да-да-да-да-да-да. Это так делается. И вот этих тоже зарезали. Они были хорошо готовы. Но в этом тоже есть какой-то смысл. Потому что жизнь такая тоже бывает. Вот. Хорошо, когда есть люди, Которые к тебе повернуты лицом, Которые ждут, что у тебя получится. Но такие же не все. Ведь есть же, которых ты задеваешь тем, Что у тебя получается. И которые тебе желают, Чтоб ты себе там переломал что-нибудь. И побольше желательно. Понимаете? Вот они попали таким людям. Причем это те самые наследные люди, Которые нас пытались ломать с Белестками. Госпожа Юшунская там. Это надо говорить своими словами. Ребята, пусть я передаду. Я ее всю жизнь, так сказать, люблю. Она это знает. Вместе с ее городом. Будь он славен. Трежда. Вот. Так что наши тоже под это дело попали. Но тем не менее, Вот. Они сейчас поют, И я не думаю, Что город Ленинград, Значит, Совершил еще свою, Значит, Желаемую ему черную работу. Мужской принтет нашей студии. Значит, в порядке поступления. Да, кто домой первый поступает? Федор Романов первый с гитарой. Роман Васин дьет без гитары второй. С гитарой из третий. Андрей Земсков. Четвертый Александр Барченков. И пятый Сергей Бушман. Первая песня. Очень редкая песня. Мы ее нашли по счастливой случайности. Это песня времен Великой Отечественной войны. Написана она на мелодию, Известной еще до войны. Старинные песни казачьи. Люба, братцы, Люба. И однажды, я работал в школе, И ко мне на 9 мая, в мой класс, Приходили воевавшие люди, ветераны. Я, правда, не люблю это слово, Потому что, когда я говорю, ветераны, Это почти то же самое, что динозавр. Вот так как-то случилось. Вот приходили солдаты Великой Отечественной войны. И вот один из них пришел, Рассказывал. Дети слушали. Он был танкист. У него не было правой руки. В мирной жизни, уже в послевоенной, Он был известный химик. И так получилось, что удалось с ним разговариваться После встречи. И оказалось, что он пишет стихи. И вот он мне принес Какую-то часть своих стихов, подборку. И среди них были не его стихи, А вот был текст этой песни, Вот это стихотворение, Которое они пели на фронте, Когда он записал. И вот мы сейчас это споем. Нам перед атакой Понемногу набили Политрук умелело К битве вдохновлял В бой идти за Родину, В бой идти за Сталина, Да за жизнь счастливую, Который не видал. Командир уверенно Ставил нам задачу, Выполняй, что вели На остальное дым. А умрешь за Родину, Так-то мою награду С полным уважением Выдавим родным. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде Не положено тужить. Поперек долины Выложены мины, Левому соседу Тяжкая страда, Разлетели строки, Словно зубы в драке, От катков опорных Не осталось и следа. От соседу справа Худший жребий выпал, В лотереи жизни Вылетел в тираж. И в райу покинув Черной свечкой дыма Из своей машины Вышел экипаж. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде Не положено тужить. Нам первая полванка Не правила танка, Но посляк удар Двигатель заглох. На угре застыли В качестве мишени Времени осталось Напоследний вдох. Но счастье есть и нищим Мы не сели-то нищим. А это, конечно, Было бы там каюк, Землю-мать родную Грудью приминая Выполз и взбиваясь Через донный люк. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде Не положено тужить. В штабе растерялись, Нас уже не ждали. Тут же пригласили В особый дом отдел. Ты скажи-ка, сволочь, Признавайся, сволочь, Отчего ж ты, сволочь, Вместе с танком не загорел? Виноват, товарищи, Виноват, товарищи, Виноват, товарищи, Я им говорю, В следующей атаке, В следующей атаке, В следующей атаке Обязательно сгорю. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде Не положено тужить. Жизнь не гимнастерка, Нету ей замены, И несут гороховы, Добавки не налить. Самому отдать ее За какую цену, Чтоб не промахнуться, Не продешевить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде Не положено тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить В танковой бригаде Не положено тужить. На верх вы, товарищи, Все по местам Последний парад Наступает. Врагу не сдаётся Наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Врагу не сдаётся Наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Все вымпелы бьются И цепи гремят, На верх яхоря поднимают. Готовые к бою Орудия в ряд На солнце зловеще Сверкают. Готовые к бою Орудия в ряд На солнце зловеще Сверкают. Свистит и гремит, И грохочет кругом, Кром пушек шепенья Снаряда. И стал наш бесстрашный Гордый варяг, Подобен кровешному ладу. В летскерпных лучениях Крепещут пила, Кром пушек, И лир, и седанья. И судно, Охвачено морем огня, Достала минута прощанья. Прощайте, товарищи, С Богом! Ура! Кипящее море Под нами. Не думали, Братцы, Мы с вами вчера, Что нынче умрем Под волнами. Не думали, Братцы, Мы с вами вчера, Что нынче умрем Под волнами. Не скажут, Ни камень, Ни крест, Не легли По славу Мы русского стяга. Лишь полны Морские Прославят одни Геройскую гибель Варяга. Лишь полны Морские Прославят Вовек Геройскую Гибель Варяга. Наверх Вы, Товарищи, Все по местам Последний Парад Наступает. Врагу не Сдается Наш гордый Варяг, Пощады Никто Не желает. Врагу не Сдается Наш гордый Варяг, Пощады Никто Не желает. На стихе Афанасия Фета Распев Федора Романова Взвод Вперед! Взвод Взвод Вперед Справа Потрей Не плачь Марш Могильный Играй Чтоб Трубачь Словно Ясная Тучка Зарет Ты погаснулся Брат Молодой Словно Ясная Тучка Зарей Ты погаснулся Брат Молодой Как печаль Нам Утешить Свою Что Ты с нами Не будешь В строю Гребень Каски На гробе Ведь наш Где С ножнами Скрестился Палаш Гребень Каски На гробе Ведь наш Где С ножнами Скрестился Палаш Лишь Тебя Нам С пути Не вернуть Не вздохнет Молодецкая Грусть И рука Цепенея Как Лед На прощанье Ничьей Не пожмет Но Безболтный Красавец В гробу Ты Дрожащую Слышишь Трубу И Тебе И В земле Не забыть Как Тебя Мы Привыкли Любить И Тебе И В земле Не забыть Как Тебя Мы Привыкли Любить Взвод Вперед Справа Бодренья Плачь Ваш Магильный Играй Штаб Трубач Словно Ясная Тучка Зарей Ты Погаснулся Брат Молодой Словно Ясная Тучка Зарей Ты Погаснулся Брат Молодой У нас Некоторые люди И поют И пишут Стихи Некоторые делают Только это И это Федор Из тех Которые Пробуют И то и другое Родился в 1966 году Среди предков Были крестьяне Учителя Искусствовед И гравер Дед По материнской линии Клинкин Алексей Дмитриевич Учитель географии Директор школы Умер От смертельного ранения В 1942 году Мать Клинкина Мария Алексеевна Родилась в августе 1942 года Медсестра Отец Романов Виктор Николаевич Журналист В 1993 году Издал сборную Стихотворений Ну это Престичное Рождение Дочери Все совершалось Буднично И просто Без Тешащих Тщеславия Примет И небо Было просто Синь И воздух И только солнце Никаких комет Я как всегда На книги Тратил деньги Не по карману Были мне цветы Лишь в толпе Заметь не стали дети И я старался думать Как там ты Но мыслями Не мог остановиться Все был сосредоточен На своем Чего-то ждал От следующей страницы И от березы За моим окном Но чувствовал Как фед Что песня зреет От грубых слез И слов Меня храня Она еще всех Нас троих Согреет На черный день Есть песня у меня Что перед смертью Узнал мой дед Чего я вспомнить Не умею О чем забыть Я не посмею Что есть во мне А вроде нет Пока я рос Двух слов о нем Мне бабушка Не рассказала Лишь не молчал Мой старый дом У белорусского вокзала Перед кирпичной стеной Белели тонких Две березы Что мне с тех пор Фонтан святой И тени вянущие розы Отцу Иду не обходя вопросом луж Кто жизнь мою Вложил в судьбу поэта У матери Любимый был И муж Но у меня отца Прости мне Нету Есть у меня По лужам Старший брат Он ночью Глухо думает О младшем Перед которым Чем-то виноват В сегодняшнем А больше во вчерашнем А я его вопросом Не держу Но и ответом В ночь не отпускаю Все по ночам Стихию утвержу Как хлеб Грызу Наследственный Мой камень И следом Понимать и принимать Я ухожу То плачу То жалею А за стеной Одна Стареет мать А я Прости мне Сам с собой взрослею И брат поэт Состарившись лицом Глядит В начало Нашей общей были Там у него нет Матери с отцом Тех Что потом Мне дедом С бабкой были Поскольку Дед погибший На войне Упоминался То стихотворение Посвященное ему Нератный подвиг И не труд Две медсестры Войны Девчонки К вдове Замедленно идут А все же быстрее Чем похоронки По затемненной тишине Высматривая Номер дома К еще живой К еще жене Последней просьбой Ведомы А он шептал Как словал А сколько их таких В палате К жене Всего бы дырский вал Сказать А что теперь Сказать Их встретит Женщина В дверях Как долго Вытирают ноги И трогнет Глубина В телах Трех женщин Множество Из многих Я помню Тот же коридор Звонок Почти велосипедный Мой первый Сумрачный простор В пространстве Времени Вселенной Здесь я Ребенок Не пацан Играл в войну Перед обедом Сын мамы Дочки без отца Внук мамы Бабушки Без деда Жизнь тишины Так тихо Что отчетливо Слышны Смешная Перебранка У соседей Езда Детей На общем Лесопеде Жизнь Прикорнувшая На часок Жены Так тихо Что отчетливо Слышны Благих порывов Первые итоги Не сплю еще Но солнце На пороге И вот сижу Записывая сны Так тихо Что отчетливо Слышны Вопросом Записавшиеся Строки Пред кем Рябины Припадают Вы прислушайтесь Тополь Канул В лето Слышен Снег По скрипту Наверное Так тихо Фу Ну в общем Да Я стихотворим Такую Нежности Не скрываю В апреле К маю Зеленому К июню Синему К июлю Знойному К августу Звездному К сентябрю Теплому К октябрю Ясен К ноябрю Стылом К декабрю Мерзлым К январю В южном К февралю Кратком К марту Нежном К апрелю Неспешно Вы только пожалуйста Не подумайте Что у нас все Участники Нашей студии Вошли в антологию Ничего подобного Только 4 человека Остальные По разным Поводам Считали себя Пока еще Да Поэтому Не надо Чтобы там Это самое Какие-то там Должны Что-то мотивы Это совершенно Невозможно Просто вы знаете Мне кажется Что у некоторых Из наших студийцев Есть Мы коряво Пишем Я это понимаю Но дело в том Что поэзия Это не в том Что коряво Пиши Или не коряво И может быть И даже хочется Напомнить Что люди Милые Поэзия Это потрясающе Просто И поэтому Мало кому Дается А как ты сказал Умело Или не умело Вот это Ухо Ухо жизни Расслышит Все Вот так хочется Напомнить А там Виртуозные Ну хорошо Но это Не обязательно Мне кажется Что самое важное Что с нами Происходит В том Что мы говорим Или поем Вот Я пою И вы мне Или верите Или не верите Или вы понимаете Что я это нажил Я могу это сказать Или вы понимаете Что я это не нажил Ничего не получается Так же С Федором Так же С Валентином Белецком Так же С любым другим Вот И вот То что люди нажили Мне кажется В любом случае Имеет право На внимание И И тот Кто будет Этому внимать Не то что Обманут У меня окажется Он У него всегда Будет большой Прибыток В жизни У меня так Вот с каждым Кто я читаю Стихи Нажитые Понимаете С каждой строчкой Как будто Заново жить Начинаешь Это не Не преувеличение Я это Вот чисто Вот так сказать Считательское Что ли впечатление Вот Ну вот Может быть Сейчас У нас еще Что получится Может быть Не получится Мы два дня Назад Собирались Попробовать Как у нас Сегодняшний вечер И вот Две наши девочки Аня И Маша Сестры Копловы Нам сделали Потрясающий Подарок Они спели Одну песню Очень известную Это Маргарита Агашина Очень-то Хороший Вытасленный Мало кому Известный До сих пор На музыку Блистательного Гениального Народного Композитора России Григория Пономаренко Подари мне Платок Вот я Очень хочу Чтобы хотя бы Ну хотя бы Одно сотой Получилось Того что мы Услышали Позавчера Вы знаете Это что-то Это чтобы Было неслыханное Совершенно Так что Если что-то Не получится То пускай Будет я виноват Но мне кажется У них получится Эта песня Еще хороша тем Что У Маргариты Агашиной И у Григория Пономаренко Был очень длительный Очень мощный Роман Не городской Раз-два Разбежались А роман Шел практически Сквозняком Всю жизнь И вот Это стихотворение И эта песня Из эпохи Первого разрыва Что ли Поэтому там Очень простейшие Стихи женские И какая-то Странная Подари мне платок Голубой лоскуток И чтоб был по краям Золотой завиток Не сундук положу На груди повяжу И что ты подарил Никому не скажу Не сундук положу На груди повяжу И что ты подарил Никому не скажу Если в темную ночь Или средь белого дня Ни за что Ни про что Ты разлюбишь меня Ни о чем не спрошу Ничего не скажу На дареном платке Узелок завяжу Ни о чем не спрошу Ничего не скажу На дареном платке Узелок завяжу Пусть и лед на реке Пусть и ты вдалеке И платок на груди Не кольцо на руке Я одна не одна Мне доска не доска Мне и день невелик Мне и ночь коротка Подари мне платок Голубой лоскуток И чтоб был по краям Золотой зайдок Не в сундук положу На груди повяжу И что ты подарил Никому не скажу Не в сундук положу На груди повяжу И что ты подарил Никому не скажу Аплодисменты Сергей Стоценко Один из наших давних студийцев И мы с ним знакомы давно очень Еще со студией Вадима Ховды Мне кажется, он пишет очень интересно Вы сами сейчас будете, конечно, это решать Но только, пожалуйста, приготовьтесь Вот к неожиданностям Понимаете? Не ждите того, что уже Вот кто его уже слышал Тем будет легче А кто первый раз Откройтесь И все будет замечательно Сергей Стоценко Тоже участник нашей антологии Чему я очень рад Таких стихов, как у него я больше никогда не нашел Пелена Затяженного дождя Вот и все, что от лета осталось И под осень устала душа С каждым годом все больше усталости Мокрый лес Мокрый лес, молчалив, нелюдим Небо насмерть затянуто в тучи Эх, прорвался бы лучик один И согрел мне остывшую душу Что я все про себя говорю Пусть отца Пусть он маму согреет Да порадует дочку мою Эх, прорваться боюсь Не сумеет Нет, смотрите Смотрите Вон там проскользнул Ну еще Ну немножко Чтобы легче дышать в небесах Раскрывает он тучи Окошко Ну еще Только тучи сильней И над просеками мгла дождевая А душа ведь живая Живая Если боль еще Теплится в ней Это посвящение Аполлону Который Статуя Аполлона Угла Останкинского дворца Ты промахнулся Аполлон Ну что поделаешь Бывает Нет, ты смотри Какой пифон На шестисотом Разъезжает Его дворец не то что твой Он по него Он у него поэтажистей Со всей пифонской Братвой туда вмещается От жизни все больше Хочется ему Тебе ведь это Ни к чему Да, жалко Дроганого рука И стрел таких Теперь не кудешь Ну только рано ты ликуешь Пифоныч Ты живи пока Ешь ананасы Ну и прочее Скупание движенности Короче Бери мобильный телефон Аполлон Скорей звони Своей подруге Пока Прекрасный Аполлон Берет Калашникова в руки Соснова Смолисто И душно Вдали громыхающие тучно Стрекозно Стрекозно Мушисто Шмелисто И снова Соснова Смолисто Зигзагно Разрядно Раскатно Громее Сильнее Стократно Ливнево Мокрово Червячно Скользящий Подучий Мрачный Просветно Просветно Небесно Радушно Слепящий Солнечный Лужно Далеко Громово И снова Стрекозно Смолисто Соснов Аплодисто 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 И просека стала пуста, Лишь солнце в ложбинке христа. На сером одиночестве зимы Горячее и доброе окно, За ним благополучие семьи, Друзья и женщины, Прекрасное вино, Да нету там, да нету этого там, братца, ничего. А кто-то одинокий уходил И сотворил невольное волшебство. Он свет в квартире выключился. Ветер из ству пролистал на дороге, Быстро мчался, а снег прочитал. Яблоко, упавшее с ветки, Закатило жлобок грядки. Вот и стала осень, На одном яблоке ближе. Прекрасен яблок, но Листья прислушались. Беседа восточных мудрецов. Да, о, да, о, о, да, Каплю палны шмеля, дожжи. Елена Васильева, наш биограф, библиограф, наш, значит, фотограф. Кстати, которая очень много сделала и делает для нашей антологии. Она связывается вот с нашими поэтами, с родственниками поэтов. И в Москве, и в других городах, там большая переписка возникла. И через нее проходят вот многие присланные нам биографии от, слава богу, вот тех, кого мы смогли найти. Так что, ну и вот она сама кое-что еще пытается петь. И иногда получается, иногда очень хорошо получается. И она, вообще-то, один из инициаторов того, что вот мы поем около Большого театра. Вот эта идея в значительной степени ею. Это не моя, это из пионерской молодости осталось. Знаешь, к тому же и скромный, заметили, да? Я попробую спеть две песни своих. Первая на стихи Владимира Николаевича Соколова. Без названия. Ах, как бы вытянуться, стать повыше, слезами дождиком стучать по крыше, Руками, ветками, виском, сиренью, касаться здания с поблекшей тенью. Руками, ветками, виском, сиренью, касаться здания с поблекшей тенью. Упав локтями на холмы окраин, плыть над путями, над проводами, над тополями, Что боятся вздоха и не касаться их, не делать плохо. Потом подумать о такой причуде, все слезы выплакав, вернуться к людям. По горькой сырости, босой душою, ах, как мне вырасти, такой большою. Ах, как бы вытянуться, стать повыше, слезами дождиком стучать по крыше, Руками, ветками, виском, сиренью, касаться здания с поблекшей тенью. А вторая песня, это на стихи, вы тоже авторы нашей антологии. В Казахстане живет такой человек Юрик Грунин. Кто помнит, он прислал нам письмо с просьбой об удидавлении. И мы ему отвечали, и он прислал мне книжку. Стихотворение называется «Вишня», написано в 1938 году. Я приду, хорошая, да спрошу, не спишь ли? Да в окошко брошу я, ветку белой вишни, Тень твоя несмелая станет неподвижна. Взяв за руки белые, уведу под вишню. Взяв за руки белые, уведу под вишню. Выйдет месяц на реку, месяц третий лишний. Матовым фонариком свесится над вишней. Мне ж светло без месяца. Ты со мною вышла, нам с тобою встретиться, Как нальется вишня, как нальется вишня. А пока поведаю о разлуке ближней. На заре поеду я, распрощаюсь с вишней. Бьется сердце девичье, трепетно чуть слышно. Белою метелицей попадает и вишня. Белою метелицей попадает и вишня. Я приду, хорошая, да спрошу, не спишь ли? Да в окошко брошу я, ветку белой вишни. Да в окошко брошу я, ветку белой вишни. Кстати, Юрий Грунин, два слова можно добавить, что судьба просто совершенно бешеная какая-то. Понимаете, пошел на фронт, его часть попала под огонь своей артиллерии. Значит, он получил тяжелейшие ранения и контузию. Свои не подобрали, подобрали немцы. Он попал в лагерь, потом оттуда бежал. И потом его судили в России за попытку измену Родине. И сослали его. Он сейчас живет в Жесказгане. Мы говорим русский Жесказган, а казахи Жесказган. И вот он там остался на поселении, он сюда уже не едет. Вот такого человека судили за... То есть, понимаете, кашемар какой-то, дебятки все. И вот такие стихи. Боже мой. Валентин Белецкий. Мы, в общем, не договаривались точно, как это будет. Но почему-то вот сейчас так вышло, что в конце первого отделения почему-то именно мне придется говорить о совершенно другом, чем то, с чего началось и как развивалось. Хотя, в общем, все о том же. Вот то самое странное состояние бытия, которое называется жизнью, где все одновременно рядом и друг другу не противоречит, может быть, даже друг друга оттеняет. Я, в общем, должен, наверное, как-то... Ну, последние дни, вот перед этим вечером, все мысли вертятся вокруг событий, о которых придется сказать. Но совсем недавно, в конце мая, умер замечательный русский певец, слепой музыкант Николай Соловьев. Николай Григорьевич Соловьев. Да, Николай Григорьевич Соловьев, Соловьев. Коля Соловьев. Он учился в институте в нашем, в то время, когда мы там учились. И тогда мы уже знали его поющим. И, в общем, история длинная, в общем. Но история еще там замечательная, что вот если можно было создать песенную антологию русского песенного лилизма, я думаю, у Коли там было бы совершенно неотменимое место. представить себе, вот кто был, немногим больше, чем год назад, в музее Майковского, где был у нас вечер тогдашний, прошлогодний вечер студии, там как раз удалось пригласить туда Колю, он там пел. Кто был, тот вот помнит это самое ощущение. Совершенно смешение, совершенно разнородных чувств, что и восхищение, и недоумение. Но у меня еще одно было главное, какой-то вечный горсовести. Вот этот вот так живет, и вот с такими своими условиями пребывания в этом мире поет, да еще как поет. Ну, вы услышите все, что можно было сделать в наших условиях. Вот тут стоит телевизор, и при всех огрехах любительской записи, при чем-то вы все услышите. Ну вот, что-то такое, не столько посвященное ему, сколько смыслю о нем, ну, мне что ли подсказало, что там спеть. Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь, да что, моей судьбой сказать по правде очень. Ну, кто бы не спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пули ранен был. Что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва застанешь ты живым. Признаться право выложа мне опечалить и. Но если кто-нибудь. Но если кто-нибудь жив, скажи, что я писатель ленив. Что полк в походу слали, и что меня не ждали. Соседка есть у них одна. Как вспомнишь, как давно расстались. Обо мне она не спросит, все равно. Ты расскажи всю правду ей, пустого сердца не жалей. Пускай она поплачет, ей ничего не значит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже из Аколи, понимаете. Мы с ним были довольно хорошо знакомы в последние годы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я сам русский, вы знаете. Но я русских иногда сам бы душил, понимаете. И вот за что, и вот за что. Колька пел за столами, понимаете. Перед пьяными друзьями. Они ничего его не записали. Когда я говорил, меня посылали. Потому что ты, Вашин, сволочь, дурак. Ты все лезешь. Ну, ну, поет и что. Потеряли певца. Ничего от него не осталось. На похоронах, значит, вот. Позвонили мне друзья. Первый раз за всю жизнь позвонили. Встает его, там, проживший с ним на Истваке. И потом, значит... Да, Валень сказал, что он жил в пригороде Смоленска, этот человек. Работал в школе для, значит, неполноценных детей. Историю ввел. Там, географию ввел, там, еще что-то там. Вот, слепой. Который, кстати, совершенно не виделся и не считал себя слепым. В Москву ездил, потому что вот тянула эта жизнь. А там жена с ним обращалась примерно как жена Николая Тряпкина со своим мужем. Что ты дерьмо. Вот рождественский этой поэт. А ты, так сказать, тряпкинская жена. Так всю жизнь говорил своему великому поэту России, Николаю Ивану Стрякову. Ну, значит, и встает этот самый... Я дословно воспроизвожу речь. Коля Соловьев был лучшим певцом. Подумал так нашей группы. Нашего курса. И, наконец, воспалил до пределов своей идиотской фантазии и даже нашего факультета, сказал он. Ну, вот. Люди, это мы такие тупые, русские. Это мы такие тупые, безумно. То, что ты ушел, гениальный певец, я вам вручаюсь. Поймете, вы сейчас или не поймете, пойдем за всю. Я думаю, что поймете. Вот. Но у них тоже, кроме меня, не шло. И еще Сережа Никитин здесь. Я ему очень благодарен, что... В последний год тоже раз слышал, заволновался и что-то сделал для Коли. Вот. Он вообще ему чужой человек. Ну, там, музыкант. Никитин музыкант. Он сразу воспламенился. А остальные-то... Кольке было 46-й год шел. 46-й год шел. Вот. И сколько мы таких теряем? Сколько мы таких закапываем? Люди... Вот здесь сидят люди, которые тоже видели вблизи больших людей. Но раз на заборе не написали, мы не понимаем. Ух, вот это вот у меня кипит все всю жизнь. Кстати, вот наш там этот литературный труд. Там много будет таких, кого никто не знает. У меня попросил почитать первый том Вадим Ильянович Коженов. Его нужно отчитывать в смысле знания родной поэзии? Он сказал, Александр Павлович, я третьим имен не знаю. Это в одном первом томе, в этом классике занимают почти все. Великий знаток литературы третьим имен не знают. Почему? А потому что рядом такие же с ними, как рядом с Колей Соловьевым. Вот еще что, гудит, заглядит. Нет просто слова, чтобы выразить. Понимаете? Конечно, я ведь через себя понимаю. Я же ту же дорогу иду. Обо мне тоже на заборах не писали. Ты дурак, ты дурак, ты просто сознаешься, ты идиот. Все это ерунда, вот поживешь, сгинешь. Я же это все знаю на себе. Ну вот я вот пока не сгинул, а Коля уже сгинул. Но когда я слушаю его и думаю, что все, Колька больше живем, не услышу. Мы почему поставим конец первого отделения? Потому что после нее ничего было тут нельзя. Нужно просто перерывы. Вот мне, по крайней мере. Я вообще уйду, когда сейчас это будет, потому что это где-то. Для меня это непосредственно. Воспаленный восток, Лицо нам золотит, Жар ярливый струясь, Восстает равнодушно. Кто еще уцелел, К полдню будет убитый, К закату на нас Зной рубаки осушит. Мы давно потеряли, Днем нечисти счет. От потери считать Перестали тем паче. Нас под край на заре Воронье приберет До вонючей шага. Ночью розная плачет, Как далекий кровав, Был на Родину путь. Нас там ждали, там стон, Там разорбили веща. Нас на день не достало, Другие идут, Пусть по наших гостям В Русь дорогу отыщут. И когда новый день Лица им обольет, Очерненные гневом И скорбью жестокой, Пусть последний поганый В тот час проклянет Это русское солнце, Что встает на востоке, Пусть последний поганый В тот час проклянет Это русское солнце, Что встает на востоке, Воспаленный восток, Лица нам золоти, Жар ярил и струязь, Восстает равнодушно, Кто еще уцелен, Полдню будет убит И к закаду на нас, Сной в рубахе осушит. У-у-у-у, У-у-у-у, У-у-у-у-у-у-у-у, У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Вот, Валя сказал, что чувствую стыд Да, понимаете, вот у меня тоже, потому что слепой мужик приезжал, значит, все пел в переходах у нас в Москве, понимаете, значит, зимой, там, весной, осенью, он зарабатывал на жизнь, потому что у него дети там, значит, в школе ты не заработаешь ни черта же, тем более в Смоленской, вот, он приезжал сюда, настроил рояль за 100 рублей знакомым, и знакомые пользовались, что есть такой дурак слепой, который за 100 поганых, смешных рублей может настроить сумасшедший инструмент, там, Коля, абсолютный слух, кто-нибудь понимает, что такое настроить рояль, нет? Найдите себе кого, ну, дурацкого настройщика, который за вашу дрова возьмется меньше, чем за 1000, знакомые люди пользовались вот так, Кольтой, ну, слава Богу, вот, наши, кто-то приглашал к себе там, что могли, приплатили, и поэтому, говорю, Кольенька, вот, если сможем, и вот, наконец, я хотел, чтобы ребята наши услышали его в живьем, вот, у нас был дома, там, ну, домой же всех не позовешь, мы с ним там вдвоем пели, там, господи, счастливые часы моей жизни, понимаете, сколько словен, вот, ну, господи, ты это мне расскажешь, я музыкант, люди, понимаете, какое дело, и Коля редчайший музыкант, и нам было хорошо, как трудно сказать, ну, вот, и вот, и когда они услышали в живьем, я рассказывал, ну, это же ничего не передает, но здесь есть люди, которых я уговаривал прийти, они не пришли, и больше Николя ее слышать никогда, и вот так мы друг к другу относятся всю жизнь, и дай нам, и пусть нас накажут за это, понимаете, это так нельзя. Послушайте, Коля Соловьева, мы оставили всего две песни, потому что, ну, чтобы не перебирать вот этого самого ненужного впечатления. Позвольте предложить вам песню, заранее тоже прошу извинить, песню Александра Власина и на стихе Анатолия Перетреева. Не помню, несчастья и горя, Всю жизнь забываю свою, У края бескрайнего моря, Как маленький мальчик встаю. Как маленький мальчик встаю, Как маленький мальчик на свете, Где снова поверить легко, Что вечности медленный ветер Мое оливает чуму, Что вечности медленный ветер Мое оливает лицо. Что волны, безбрежные сны И скрыли в своей глубине Те годы, которые были И снились, которые мне Те годы, в которые вышел Я всем напряжением снил И все-таки кажется, выжил И кажется, будто не жил. Не волны, не волны, не счастья и горя, Простор обевает чуму, И кроме бескрайнего моря В душе моей нет ничего. Спасибо. 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 Браво. Спасибо. 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 Браво.